Привет всем! Меня зовут Михаил Завилейский. Я один из старейших сотрудников компании DateArt. Сейчас я чуть-чуть расскажу про себя и про компанию, как обязательная часть, пока все собираются. И потом мы поговорим на ту тему, которая обещана в анонсе сегодняшнего представления. Ну, DateArt, в общем, понятная компания. Думаю, вы про нее так или иначе слышали и знаете. Тем более, что раз пришли сюда в наш офис, 22 года компания существует. Родилась в Нью-Йорке. После этого открылся первый офшорный офис в Петербурге, в России. Потому что там был оттуда родом основатель компании Женя Голланд. А сейчас компания после длительного периода развития глобализовалась. Мы представлены в 20 городах, в 10 странах. И где-то уже 3000 плюс человек. Я как раз перед этой презентацией поправлял цифры. Потому что рассказывал презентацию в Херсоне и выяснил, что за 3 месяца цифры поменялись. Мы опять растем, опять увеличиваемся. Действительно, уже больше 3000 человек в компании работает заметно. Ну, эффективный оборот где-то больше 150 миллионов в год. То есть DateArt уже смело можно считать среднекрупной компанией. И я, наверное, могу быть интересен аудиторией тем, что я наблюдал весь процесс. Я был среди первой десятки сотрудников, кто присоединился к компании в 1998 году. И я, конечно, раньше говорил, что я все помню, как было. Сейчас, после множества разговоров с коллегами, я стал сильно сомневаться, что я все правильно помню. Потому что эффекты ложной памяти, они настолько распространены, что едва ли я являюсь каким-то выдающимся исключением из этого процесса. Все меняется. И когда я слушаю коллег, я думаю, может быть, и они тоже правду говорят. Хотя мне кажется, что все было совсем по-другому. Но, тем не менее, я постараюсь излагать свою версию. И сразу дисклеймер, да, у нас сегодня неформальное предприятие, мероприятие, IT-Ток. Я буду рассказывать некую отсебятину, которая, мне кажется, правильной, да, но она может подходить и может не подходить любой компании и любому из вас. Сам я в IT уже 33 года нахожусь, как с момента, когда первый написал программу, за которую получил деньги. Мне уже почти 50 лет. И где-то с 16 лет я начал программировать все, что мне попадалось в руки. Оказалось, что это, видимо, это было некой компенсацией к тому, что руками я делать ничего не умел. И, в общем, всегда страдал, потому что спорт нет, рукоделия никакое нет, никакие искусства нет. Оказалось, что программировать я все могу. Но потом выяснилось, что такие программисты из меня плохой. И где-то в году, в 99-м, я понял, что те, кого мы нанимаем на работу, они настолько лучше меня программируют, что мне надо как-то в сторонку сдвигаться, да. И я стал все больше заниматься менеджментом. Потом вернулся, когда мы пережили кризис в 98-м году, в 2000-м году, потеряли всех клиентов. И единственный раз в истории ДТАР сократился со 120 человек до 40. Но мы не умерли тогда. Но среди тех, кто остался работать в компании, там, в общем, руководить было неким. Все сами могли поруководить чем-нибудь. И в результате я вернулся к инженерным и менеджерским айтишным специальностям. Занимался и QA, и project management, и еще чем-то. Но где-то уже с 2003-2004 года обратно затянул меня в менеджмент. И с тех пор я за непосредственно процессами разработки, инжиниринга, деливери и так далее наблюдаю, скорее находясь рядом. Наверное, уже не очень компетентен именно в IT, но занимаюсь все больше people-wear. Из-за этого такой дрейф тем. Я когда-то начинал рассказывать про всякие вещи, связанные с менеджментом IT-компаний, с софтом и так далее. Сейчас я могу разве что потеоретизировать, но есть коллеги, которые рассказывают гораздо умнее меня. А я сейчас буду рассказывать о гуманитарных вещах, которые, конечно, в наибольшей степени применимы к IT-компаниям, но применимы и к любым другим компаниям, где находится высокая плотность интеллекта. А в основное, что меня драйвит по карьере, это то, что я по каким-то причинам люблю людей исторически. Вот часть людей отвечает мне взаимностью, и за счет этого получается с людьми налаживать всякие хорошие отношения. В общем, что и определило мою карьеру в основном в менеджменте последние годы. В датарте офисы не являются юнитами или подразделениями, или еще чем-то. Это просто места, откуда работают коллеги. Можно работать, в общем, из любого офиса, изредка даже не из офисов. Я до 2014 года работал из петербургского офиса, потом мы уехали в Аргентину открывать первый совсем-совсем не постсоветский офис. Одновременно открылись два офиса в Польше. Мы там попринимали участие исключительно на запуске самом. В Аргентине миссия завершилась через два года. После этого три года жили на Мальте, там занимались аспектами организационной реформы датарта, который решил стать нетворком. В общем, это кончилось эпическим, не то что фейлом, но почти, потому что оказалось ненужно и было зря. Пришлось перебраться из Мальты в Лондон, поближе к центру компании, потому что теперь мы переконсолидируемся, там привлекли инвестиции, сейчас пытаемся научиться масштабировать компанию за деньги. Но разговаривать я сегодня и рассказывать буду преимущественно про совсем простой аспект, но аспект этот связан с тем, что этим я занимаюсь все больше и больше, и сейчас я занимаюсь всякими сложными разговорами, наверное, 25-30% своего времени. И связано это с тем, что компания сильно росла, и мы всегда наводили порядок, интегрировались и так далее под кризисы. И последний кризис отшумел в 2008 году, он случился. В 2009 году мы наводили порядок, обновляли инфраструктуру, переписали внутренний софт, и все получилось и хорошо, и 2010-2013 год были такими последним периодом счастья, добра и всего прочего, когда все было хорошо. Мы росли и контролировали компанию, и все было удобненько, и проблем в общем не возникало. Но потом вместо кризиса экономического случился кризис политический, вот мы пошли открывать офисы по всему миру, часть коллег двинулась на запад, преимущественно из Украины немножко, из России, поэтому там по дороге открылся Львов, это единственный офис, который был стихийно открыт сотрудниками и подсотрудников, потому что часть народа решила разбить бейскамп по дороге в Польшу, во Львове. Тогда мы еще не знали, что это так будет, но все, кто там поселился, практически все потом уехали дальше, но во Львове офис остался, как бы перезапустился, и уже в основном развивается с нуля, развивается с локального рынка. После этого, собственно, Детарт продолжил расти, но без кризисов, стало сложно, стало больше людей, упала интеграция, мы начали пытаться делать всякие новые вещи, больше людей приглашают с рынка, но люди приходят с новым видением, с другим контекстом. Все люди очень хорошие, плохих мы стараемся не звать в компанию, изредка, когда ошибаемся, то к нам попадают тоже хорошие люди, но которые с нами работать не могут, тогда мы по-хорошему расстаемся. Но чаще всего компания населена исключительно хорошими людьми, которые из лучших каких-то намерений не могут договориться. И я сегодня уже рассказывал на внутреннем Q&A, что у меня даже появилась такая привычка сдавать такой длинный вздох, выдох, ну придется сегодня опять заниматься разговорами, еще чем-то. Это и есть, наверное, моя работа, потому что еще с утра я собирался заняться интересной творческой задачей какой-нибудь, но выяснилось, что опять кто-то с кем-то поссорился, не могут договориться, опять что-то идет не так, и нужно идти, вникать, разбираться, помогать и все такое. И когда я осознал, что этой работы становится все больше, и она никогда не кончится, потому что, в общем, это и есть работа, это важная часть работы, то я стал пытаться найти что-то, что помогает лично мне. Поэтому то, что я буду рассказывать, это не какая-то магическая методика, как можно порешать все проблемы в одночасье и все такое, да, это как решать проблемы не в одночасье, а постоянно, так, чтобы после этого себя прилично чувствовать. Хотя результат бывает разный, и процесс не всегда легкий, и люди обычно в плохом настроении в начале этого процесса, по крайней мере. Поэтому, ну, и далеко не всегда удается там, типа, прийти к какому-то всеобщему хорошему настроению даже в конце. Поэтому я все время думал, что же мне такого делать, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы просто понимать, что да, я нормально делаю свою работу, это делается под майн-контролем, я верю, что я делаю свою работу хорошо, и мне не надо было бы все время включать какие-то мощные творческие силы и креативно придумывать, как в каждой ситуации нужно выстроить процесс, с чего начать, потому что, ну, реально творчество на регулярной основе, оно очень изматывает. Хочется, по крайней мере, для процесса иметь какой-то шаблон, и всегда по этому шаблону, как по рельсам двигаться вперед. И, собственно, я сформулирую какие-то принципы, и потом понял, как мне их проще выполнять. Итак, во-первых, коммуникации, да, это, 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 и чем, в общем, больше ты занимаешься менеджментом, general management, people management, organizational management, все в большей степени, ты понимаешь, что ты взаимодействуешь с людьми, ты занимаешься people-wear, и коммуникация, это и есть профессиональная часть твоей работы. Когда ты разговариваешь, ты не просто разговариваешь, когда ты общаешься с коллегами, пьешь кофе, шутишь с утра, когда там случайно оказываешься в лифте, ты работаешь. Ты не то, что просто увидел друзей, а в дотарте у меня там куча друзей, в общем, все друзья в дотарте, не осталось никого уже снаружи. Вот, и при этом все равно ты должен помнить, что ты работаешь. Сейчас я даже понимаю, что даже с друзьями, даже всегда, но все равно все время на работе. Дома мы научились, как бы, хотя с супругой вместе работаем, быть такие не на работе, но это потребовало лет 12-13 упражнений, на самом деле, чтобы уходить с работы регулярно и надежно. Ну, в общем, короче, поскольку это работа, это нужно делать под ментальным контролем, нужно не выключать мозг, нужно быть рассудительным, нужно действовать рационально. Если хочешь донести до народа, что-то объяснить, сделать это нужно тебе, не то, что вот они поссорились, и вот нужно им помириться, и им это нужно что-то от меня. Нет, это нужно мне, чтобы все нормально разговаривали, общались, добивались результата, потому что от этого компания лучше работает, а я работаю в компании ради того, чтобы как можно больше людей эффективно сотрудничало. коммуникационные уровни, да, они у людей бывают тоже разные и нарабатываются разным образом, да, и ты можешь встречаться с людьми, которые коммуницируют стихийно, профессионально, иногда они коммуницируют во имя общего блага, иногда в своих интересах. Есть люди, прирожденные коммуникаторы, они очень напоминают мне, на самом деле, очень талантливых, вот, ну, таких джуниоров, суперсиньеров, да, я встречал пару таких людей, которые на любом хакатоне, компетеншене по кодингу, на любом собеседовании самые умные, самые быстрые, самые четкие, вот, и они просто, ну, у них такое сродство, какое мне и не снилось с компьютерными системами, другая, потому что их не очень заботят, зачем они делают тот или иной код, почему, задача им интересна любая сама по себе, чем сложнее, чем интереснее, да, чаще всего такого рода народ ищет интересных задач, поэтому осложняет любую задачу до невероятной степени, даже где и не надо. То есть, ну, мы сами такими были в легкой версии, да, но я хорошо помню, что когда мы взяли сделать первый проект для дейтарта, нанятый еще всеми, все программистами, мы, конечно, сразу же решили, что мы будем писать, там, наше веб-приложение так, чтобы на него пришло 100 тысяч пользователей, оно не упало бы, поэтому туда было вложено уйма мудрости, чтение книжек по скейлобилити, по всему прочему. Конечно, когда пришло два человека, оно упало, потому что мы забыли вывести его из отладочной моды, да, и два пользователя уже было много, когда пришел, когда мы это починили, дальше уже все было хорошо до конца, максимально туда пришло одновременно 4 тысячи человек, ну, и потом этот проект, в общем, умер. Вот, с тех пор мы писали еще много разных проектов, и все равно их пытались писать под миллионы, но чаще всего это было не нужно. Один раз, когда это оказалось таки нужно, это был мейл.ру, но он нам не достался. Вот поэтому люди, очень одаренные в коммуникациях, могут тоже решать сложные задачи, обсуждать сложные философские вещи, сыпать блестящими аргументами и построениями, но они могут при этом решать, в общем, свои индивидуальные задачи, и совершенно не факт, что они зрелые, делают это для корпоративной пользы. Ну, с такими людьми не так просто коммуницировать, потому что, ну, слушаешь и сам ведешься на то, что они делают. Поэтому нужно понимать, что, когда вы занимаетесь коммуникациями, иногда вы самый компетентный, но легко вас может объехать кто-нибудь более молодой, более энергичный. И это тоже важная часть, не теряться в этой ситуации и чувствовать, что все равно все хорошо. И, наконец, нужно знать свой арсенал. У каждого свой стиль коммуникации, у каждого свои какие-то инструменты. С моей точки зрения, какие-то базовые вещи работают лучше всего. Но еще важнее это сохранять внутреннюю консистентность, стабильность и всякое такое. Поэтому я сегодня стал пытаться говорить о броне белого рыцаря или еще о чем-то. Это как убедить себя, что ты делаешь все правильно, под ментальным контролем, даже если все идет тяжело. Я сегодня буду про это рассказывать. Я постараюсь это делать кратко и не сильно растекаясь мыслью по древу. Если что-то сильно интересно, пожалуйста, прерывайте меня вопросами. У меня есть призы сегодня. У меня есть вот такие белые рыцари 2. Я их подарю авторам самых интересных вопросов. И у меня есть один такой серый рыцарь. Он будет выдан тому, кто задаст самый неожиданный вопрос, который меня больше всего озадачит. А если таких не будет, то я случайно подарю все это. Итак, в принципе, это сначала была идея сделать последним слайдом, но я сразу все расскажу, все, чего нужно делать, а потом буду расшифровывать. Мне кажется, так будет полезнее. В конце просто повторю. Правило, которое я для себя вывел, да, вот это единственная, по-моему, тема, о которой я рассказываю, наверное, третий раз в своей жизни, ну, третий цикл. И она становится все короче и короче. Правил становится все меньше. Это хороший признак. Время отфильтровывает все лишнее. Правила простые. Стараться быть вежливым, позитивным. И в голосе, и в лексике, и в построении фраз, вообще в общем отношении. Вежливость, тошнотворная вежливость, она работает замечательно. Вот сейчас, живя в UK, я понимаю, что там целая нация поработала над тошнотворной вежливостью. Мы называем часто это неискренностью или еще чем-то, но оно, блин, работает. И не зря сделано было. Потому что торговые империи строятся вокруг разумных коммуникаций. И тошнотворная вежливость очень сильно помогает. Вторая вещь, это всегда стоять на позиции мы. Вот, и как только ты начинаешь говорить, что, ребята, мне же нужно, чтобы вы дружили и так далее, то это вызывает вопрос, а почему ты, с тобой могут начать спорить. Не, надо все время держаться в разговоре, помнить, что это мне нужно, но разговаривать о том, что нужно нам. Если нет мы, если мы развалилось, нужно мы починить. Затем нужно вообще, вот меня все время ругают за эти вещи, но я не люблю ретроспективы. Я знаю зоны, где они работают, но говорить о прошлом, с моей точки зрения, страшный ад и контрпродуктивно в огромном количестве событий. Гораздо, вокруг же люди умные, они понимают, что было, да. Если обсуждать все то же самое только о будущем, получается гораздо позитивнее. Вот, а прошлое упоминать только для того, чтобы извлечь оттуда какие-то данные, если мы их намерили, да, потому что пытаться их припомнить из-за эффектов ложной памяти очень тяжело. Даже если позитивное, потому что, боже мой, любой успех всегда стоит в себе риск того, что все переругаются, кто же был главным автором этого успеха. Я уже помню, ну, как бы количество людей, которые принесли какую-нибудь выдающуюся победу, оно растет. Я вот в нашей любимой компании, которую наблюдаю, вижу там. Вот, по-моему, некоторые были совершения, нас было человек 40, а сейчас человек 60 уже поучаствовали в этом. Совершенно точно. Причем их не могло быть просто, потому что нас было меньше в тот момент. Но все равно очень много народу примкнуло к этому, потому что... И люди искренне помнят, правда, про это, потому что это столько раз рассказывалось, все, а мы помним свои воспоминания. Я, в святую память, бабушку свою покойницу помню, которая прошла там всю войну, много про это рассказывала. Но я помню эти рассказы с самого раннего детства, ее там, про всю ее эпопею до Берлина в качестве фельдшерицы. Но когда она была уже очень взрослой, там, за 80 и все прочее, она уже заканчивала эту эпопею за столом со всеми командармами и так далее. Она их видела только по телевизору, я это точно знаю, я помню ее рассказы с самого начала. Но она искренне все это вспомнила, она потому что уже смотрела много вещей по телевизору, она в себе это все представляла, и это была искренняя вещь. То есть я пару раз ловил себя на странных вещах, которых, наверное, не было, но мне почему-то кажется, что они были. Но в этом смысле прошлое очень зыбкая вещь. Про будущее все знают, что его нет. Это чистое творчество, это чистое обсуждение, это чистые проективные вещи. Прошлое, а если что-то плохое обсуждается в прошлом, то там вообще никто не был причастен. А если ковыряться, то только чувство вины стимулировать, а чувство вины стимулировать имеет смысл только для манипуляции. Ничего кроме манипуляции, чувство вины не растет, а манипуляции плохо. Поэтому чувство вины тоже плохо, его не должно быть вообще. Значит, что следующее? Есть вещи, которых нет. Например, справедливости. В принципе, нет и правды нет. Есть ложь, особенно намерение, это плохо. Есть несправедливость. Но как бы несправедливость, она всегда субъективна. И чувство несправедливости объективно, и чувство несправедливости мешает людям хорошо работать. Поэтому нужно минимизировать чувство несправедливости. Нельзя врать. Нужно исправлять ситуации, когда происходит какая-то ложь. Искать справедливость, искать правду бессмысленно. Потому что этих вещей нет, и найти их невозможно. Ну и последнее, о чем я хочу рассказать, но расскажу я на самом деле первым, это как все эти правила исполнять. Эти правила можно исполнять только если ты, а, высыпаешься, б, регулярно питаешься. Ну, а так это так уж появилось, потому что понравилось. Во-первых, потому что нужно, в общем, упражняться. Какие-то, все должны знать свою физиологическую норму физических активностей, там, велносы, еще чего-то, чтобы хорошо себя чувствовать. Но есть еще одно значение этого слова. Нужно уклоняться от всех такого рода коммуникационных упражнений, когда находишься в плохом состоянии. Ничего хорошего, если ты усталый, раздраженный, тупящий и так далее, не выйдет из попыток правильно исполнить коммуникационные упражнения. Только все запоришь, и потом еще комплексы себе разовьешь и так далее. Скажись больным, сбеги, проставься потом, там, пивком. Вот, пошли всем искренние извинения. Там, если уже находишься в авторитете, напиши всем просто, люди, извините, там, да, сегодня я сделаю вам только еще хуже. Поэтому или без меня, или там, вот, там, завтра или в понедельник вообще идеально я вам всем сильно помогу. Давайте там встретимся. И вот я честно обещаю все выходные хорошо отдыхать, как бы для того, чтобы в понедельник вам всем помочь. Но сейчас я не могу, потому что я там злой, как собака, потому что у меня вот что-то там случилось, или я себя там плохо чувствую, или мне к врачу нужно идти, или еще что-нибудь. То есть ни в коем случае нельзя ввязываться в бой, когда у вас нет энергии, у вас нет ресурсов. Это правильно вообще для всех областей нашей деятельности в этой жизни, да. Но свои внутренние ресурсы тоже надо черпать. И когда мы работаем в сфере эмоциональной, когда мы работаем с людьми, наши эмоциональные ресурсы, они являются тем самым, что насыщает нашу деятельность. Вот, собственно, те самые вещи, о которых я обещал рассказать в самом начале. Нужно быть интерактивным, нужно держать в голове сложный контекст, нужно чувствовать всякие разные вещи и стараться не включать фильтр восприятия, быть открытым. С одной стороны, нужно быть уверенным в себе, позитивным, последовательным, а с другой стороны, открытым для новой информации. Вот когда я пытался мониторить свой собственный сорсинг и свою собственную адекватность, я, например, там сделал свежее открытие, которое теперь с пользой доношу до своих коллег. Если с кем-то дискутируешь, и у тебя есть какая-то позиция, и по мере дискуссии твоя уверенность в собственной правоте нарастает, быть беде. Скорее всего, ты попал в ментальную ловушку. Потому что, если подумать логически, такого не может быть. Ты получаешь новую информацию, твое поле решений расширяется, появляются новые факторы. Вероятность того, что ты был прав, она разве что понижается. Вряд ли все твои оппоненты так уже сговорились и только подтверждают твою теорию. А если даже в возражениях ты видишь подтверждение, то это точно. Это включился у тебя механизм, потому что в социальных взаимодействиях обычно побеждает не самый, ну сейчас, к счастью, не самый сильный, а самый упрямый. Потому что все в конце задолбаются. Если ты самый упрямый, ты будешь доминатором в обществе. Злоупотребление упрямством – это один из источников власти, авторитета в нашем мире и всего такого. Поэтому, если ты можешь быть самым упрямым, если что-то еще подкреплено у тебя какими-то психокинетическими качествами и всем таким, ты легко можешь попасть в ловушку. Поэтому я чувствую, пошла эйфория от того, что я прав как никогда, несмотря на то, что со мной спорят. Значит, все в плохом состоянии, нужно канцелить вежливо дискуссию и пытаться перезагрузиться, срефрешиться. Иногда на это хватает 15 минут, иногда это можно сделать за 30 секунд, просто правильно перенастоив свою голову. Но если есть энергия, если энергии нет, надо бежать. Потому что бывает, что я тебя захватил и так, что уже просто вот ты готов в бой на смертный, потому что наше дело правое. Вот самая опасная ситуация. Я делился со многими коллегами, да, через какое-то время коллеги начали приходить посоветоваться, потому что как-то вот второй день спорю и чувствую, что абсолютно прав. Что-то не так, наверное, ты об этом говорил. Ну да, наверное, не совсем так, как бы, потому что чаще всего что-то вызвало, вот я наблюдал весь процесс, что-то вызвало эмоциональное подкрепление. Вот очень захотелось сделать так, чтобы этот негативный опыт не повторялся. И для этого нужно весь мир переделать, потому что вот этот негативный опыт, он очень актуален. А чем человек умнее, тем легче его разум подчиняется эмоциям, и тем быстрее он генерирует аргументы, воспоминания, метафоры, иллюстрации, все что угодно, чтобы только обосновать свою позицию. Еще один признак того, что дискуссия идет не туда, когда стороны скачут. Вот меняют области, меняют зоны, логическая согласованность цепочек аргументов падает, потому что, ага, это просто атаки такие. Так не получилось, ага, теперь с другой стороны зайду. А теперь давайте рассмотрим это с точки зрения энтропии поверхности черных дыр. Эта метафора откроет нам много всяких новых аспектов в проблеме, особенно для тех, кто сейчас будет думать про черные дыры и даст мне 30 секунд подумать и объяснить, в чем обратная сторона, опять-таки другая сторона не права. Вот поэтому я, в общем, настоятельно советую всегда сохранять достаточно энергии, чтобы отслеживать, чем занимаешься, как говоришь, чего происходит. Да? Воображение, воображение. Нужно тренировать воображение. Вот. Потому что, ну, как бы, есть две вещи, да? Нужна, во-первых, такая основательная эрудиция, нужно постоянно стараться какие-то области изучать глубоко. Ну, вот, какой-то... Это не скилл, который в области. Другая вопрос, что есть желание упростить контекст, выбросить его, да? Да, самый простой способ решить задачу, да? Это забыть о части, там, граничных условий, вводных, еще о чем-то, и решить другую задачу. Ну, вот знаменитый сферический конь в вакууме всем хорошо известен. Хорошо решаются задачи, где мы абстрагировались от реальности. Задачи, которые в области менеджмента связаны с реальностью, хорошо решаются очень редко. Они решаются плохо. Главное, сделать это менее плохо, чем все остальные, и тогда будешь иметь конкурентное преимущество. Вот. Но поэтому они все грязные, они не содержат в себе оснований для того, чтобы были изящные, тюдные решения, еще что-то. Я вот могу, на самом деле, рассказать, да, что... Вот я много раз рассказываю, это модная тема про фейлы. В какой-то момент в Дейтарте все начальство сфейлилось эпически совершенно, потому что мы собрались... Вот только после того кризиса, о котором рассказывал, все дела хорошо пошли, появились прибыли, появилось что-то делить, и начальство собралось решить вопрос, как делить прибыли, да. Я вот сейчас, спустя уже там 17 лет с того момента, да, я до сих пор... У меня теперь в голове огромная теория по тому, как можно делить прибыли, как бы, как вообще работают задачи. Мы сегодня немножко об этом поговорим такого рода, но то, что я могу сказать, тогда мы пытались это атаковать с разных сторон, много смеялись, много ругались, потом, значит, сходили в рестораны, было весело и хорошо, потом было время ехать уже нам обратно, встречались в Нью-Йорке, как бы, почему бы не встретиться в хорошем месте. Вот, уже ехать домой, и, собственно, ехали в машине, нас провожали коллеги, и поняли, что мы ничего не решили, было неудобно, потому что мы, типа, в Нью-Йорке хорошо провели время, потратили деньги на билеты и так далее, в общем, как-то и ничего не придумали. Надо... и придумали. Давайте делить так. Треть проинвестируем, треть раздадим коллективу, треть раздадим шерихолдерам компании. Симметрия, красота дураков, да. Поскольку это решили в последний момент, то эта идея осталась, она... это был... это бред в квадрате, да. Но поскольку ее так приняли, все сказали, о, отлично, красиво, да, и начали это воплощать. Вот, ну, собственно, воплощали это шесть месяцев где-то, да, начали раздавать сотрудникам какую-то посчитанную прибыль. Вот, потом, естественно, наша щедрость возымела результат, всплеск энтузиазма, хорошо пошли дела, бизнес начал расти, пришлось проинвестировать столько, сколько надо. В общем, после этого шерихолдерам надо было что-то доложить немножко в компанию, потому что деньги стали кончаться, да, потому что оно так не работает, да, вот, 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 примитивно. Ну, спасибо, как бы, что, в общем, родному коллективу у нас люди добрые, к начальству относятся снисходительно, понимают, что начальники тоже редко могут быть адекватны все время. Нам простил коллектив то, что мы все это замяли, все эти раздачи и т.д. и т.п. и перешли к существенно более сбалансированным, менее пафосным и менее красиво симметричным подходам, да, в профит-шеринге. Но ошибку это совершили просто потому, что устали все, забыли про кучу ограничений, хотя уже вроде как кто-то и на NBA получился, кто-то уже был с мозгом. Вот, считать деньги в теории должны были уметь уже все, но все равно этого понимания не было, да. Извлеченные уроки были очень болезненные, да, после этого я очень хорошо научился считать деньги и понимать, как работают корпоративные финансы, просто потому что было очень стыдно за тот опыт. Но вот то, что шесть месяцев никто даже не трогал эту систему, пока не стало понятно, что деньги кончаются, вот, это, конечно, было типичным примером того, как опасно терять контекст. Поэтому очень важно, вот, образование, оно как раз нужно тоже для этого, чтобы просто вбить себе в голову сложный базис из тех костылей, инструментов языковых, логических конструкций, которые помогают держать в голове всю картинку. Но стоит устать, как это все теряется. Ок. Про вежливость. Самое простое и самое сложное. Как быть позитивным? Как иметь харизму и так далее, да? Ну, во-первых, это штука, которую можно развивать. Я не знаю, как это развивать. Я системно, есть много книжек по этому поводу. Я знаю пару упражнений, которые помогают. Во-первых, полезно наблюдать за коллегами, которые очень компетентны в этой области, и пытаться интонировать, как они, вести себя, как они. Есть люди, которые решают проблемы очень легко, даже в сложных ситуациях. Как им это удается? Ну, вот так вот это им удается. Они такие хорошие люди, такие обаятельные, так приятно себя ведут, так разговаривают. Очень помогает. Вторая вещь – это банальные уроки актерского мастерства, причем совершенно необязательно идти в театральную школу, учиться декламации, ставить дикцию и играть Ромео и Джульетту. Вот. Можно действовать совершенно проще. Можно перед зеркалом постараться изобразить гамму эмоций, посмотреть на себя и почувствовать, как эмоции… У нас эмоции связаны с мимикой. Если сделать злое лицо, то почувствуешь гнев. Если поулыбаться, то или улыбка будет перекошенная сильно, или почувствуешь какой-то позитив и все такое. Поэтому наши эмоции пластичны. Поиграть со своими эмоциями, поиграть с выражением лица, постараться сказать одну и ту же фразу – зло, позитивно, по-доброму, по-злому, сухо и так далее – очень-очень помогает, когда нам нужны элементы какие-то вот такого поведенческой гибкости. Это еще к тому же весело. Можно иногда смотреть на людей, которые профессионально коммуницируют, и у которых есть своя этика и понимание. Вот один из моих любимых фильмов «Thank you for smoking» или «Здесь курят» в переводе на русский. Чудесное кино, мне очень нравится, его умудрились даже не слить в конце, за что отдельное спасибо авторам. Ну, я считаю, что просмотр его на разных языках очень полезная вещь, чтобы опять-таки понять, ну, как работают профессиональные коммуникаторы и как они справляются со своими проблемами. Очень хорошо сделанный фильм, потому что кажущийся эпический фейл, в общем, ну, не фейл, а мелкий эпизод в их жизни, и они могут прекрасно идти дальше и совершенно не будут делать из мухи слона и так далее. Ну, очень рекомендую. Не буду сейчас долго останавливаться на этой теме. Но самое главное, что если вам это претит, если вы не готовы, там, каким-то актерством заниматься, вы такие серьезные, там, вы это вы, и должно быть собой, и нужно, там, из сердца со всеми общаться, как тебе кажется, да, то и у вас не получается хорошо разговаривать с людьми, решать всякие сложные проблемы и всякое такое. Найдите вот тех самых людей, с которых я вначале говорил, брать пример, у которых все это получается. С ними хотя бы наладьте хорошие отношения и просите их помочь в таких ситуациях. Это простейшая вещь, но, еще раз, не надо ввязываться в те случаи, когда вы не умеете. Если идете говорить о какой-то скользкой теме, то, пожалуйста, обратитесь к таким людям, да. Они, 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 они очень одаренные. Ну, вот, архетипический пример, о котором я обычно вспоминаю на таком слайде, да, нужно сказать коллеге, что от него плохо пахнет. Адский совершенно кейс возникает в любой растущей компании рано или поздно, потому что бывают люди, от которых плохо пахнет, по разным причинам. Вот, но есть люди, которые просто компетентны, чисто интонационно. Есть те, кто вообще в этом не видит проблемы, потому что они такие легкие, что они со всеми о чем угодно говорят и не смущаются. Можно такого человека попросить. В Ичаре часто такой человек есть, бывает, таких людей специально надо держать в компании, если они еще даже больше не умеют. Они страшно полезны именно для решения такого рода проблем. Есть коллеги, которые там 360 компетентны. Когда я рассказываю эту историю Олегу Комиссарову, а он очень компетентный, и не только он супер там, solution-архитектор и так далее, но он еще компетентный по жизни человек. Он там научился enjoy'ть жизнь в Америке больше, чем все остальные, и пытается поколучить остальных коллег, как тоже получать удовольствие от тамошних цен школьной жизни и медицины и всего прочего, что резко портит жизнь переехавшим. И Олег столкнулся с проблемой, клиент говорит, от вашего project manager плохо пахнет. Уберите его, пожалуйста, из проекта или скажите ему, чтобы он хотя бы мылся по утрам. Ну, как бы там прийти, сказать, слушай, чувак, мойся по утрам, или вообще вали из проекта, как бы, да, оно выглядит контрпродуктивно. Ну, Олег говорит, мне еще, говорит, повезло, я прихожу к нему, там, типа, конечно, я бы понюхал сначала, как мог. Вот, ну, вроде нормально, как бы. Но, ну, как бы, и Олег исполняет совершенно интуитивно, вот ровно там тот паттерн, о котором я сегодня, там, пытаюсь во все эти в трех частях рассказывать, как бы, да, он говорит, ну, слушай, чувак, какая-то странная вещь происходит, как бы, да, клиент говорит, что, когда ты приходишь, как бы, там, в офис, то ему плохо пахнет, как бы, я не понимаю, от чего, как бы, да, вот, давай подумаем, в чем дело, как бы, ну, они там, в общем, думали, в результате, ну, как бы, что бы тот ни делал, от него плохо не пахнет, как бы, да, значит, как бы, ну, хорошо, не помогу, проводим следственный эксперимент. Олег пошел с ним в офис наблюдать, что происходит. Тот приходит, садится на свое место, Олег подходит, вот оно, да, ну, с коллегой было очень просто. Коллега ходил в кожаной куртке, он только что приехал, я уж не помню откуда, из Украины, из России, но приехал в плохой, некачественной кожаной куртке, кожа плохо пахнет. Такие куртки перестали делать в США, видимо, существенно раньше, и люди забыли, что такое запах кожи. Он приходил, там не было вешалки, в отличие от нашего офиса, и он вешал себе на стул, куртку на спинку, садился, и плохо, и куртка плохо пахла. Но поскольку он все время сидел на стуле, рядом со своей курткой, сидящий рядом представитель клиента, сделал вывод, что он плохо моется. В общем, ну, понятно, что проблему было легко исправить. Она не прав, был клиент, который навесил клише, но клиент же, в общем, всегда прав до известной степени, его проблемы нам решать. Поэтому, как бы, из-за того, что Олег постарался подойти к проблеме спокойно, да, и растанцевал, как бы, удалось эту ситуацию исправить. Не всегда так просто, да, но есть, как бы, коллеги, которым реально, там приходится сказать. Самое главное, что люди на это так плохо не реагируют, на самом деле, все это гораздо менее проблемно, чем казалось до этого, да, но вот почему-то, вот, из сложных тем, по-моему, тема номер один. Это разговоры про людей, про их там, типа, физиологию, еще что-то, даже про остальные привычки, как-то проще говорить. Следующая вещь, это про мы. Да, у нас всегда есть проблема. Это пришло из популярного в Детарте в качестве тренера Гринфельда, да, я сам на его тренинги не ходил, как говорится, там, да, Бетховена не слышал, мне Моня напел, или Каруза, да, вот то же самое и здесь. Наверное, на Гринфельд не ходил, но Леша Филимонов, который ходил, он мне рассказал о том, в чем рассказывал Гринфельд, и я из этого сделал большие выводы. А Гринфельд рассказывал про то, что всегда надо действовать из четвертой позиции восприятия. То есть есть про позиции восприятия всех, кто там сталкивался с NLP, пост-NLP мыслителями и так далее, сталкивались, что есть позиция я, что я об этом думаю, есть позиция ты, понять интересы, да, ну, там в шахматах, если мы считаем, что мы там спорим о чем-то, конфликтуем, думать за противника полезно. Ну, и на самом деле ведет часто к примирению. Дальше хорошо такая, Helicopter View, абстрактная позиция сверху, аналитическая, как бы, как все делается. Потом есть еще 100-500 позиций восприятия, придуманными разными вот пост-NLP мыслителями. Но у Гринфельда позиция мы, она простая и практичная. Мы и обстоятельства, да. Простое логическое рассуждение. Я взаимодействую с людьми. Если нам нечего делить, если у нас нет никаких отношений, вообще нет предмета для спора. Нафига это нам нужно? Разошлись и все, да. Если у нас есть предмет для спора, значит, нам есть что делить, мы связаны. Это значит мы. Дальше нужно перейти в позицию, какая у нас проблема. Да, если мы не можем договориться, это у нас проблема, потому что мы не можем добиться, чего мы хотим. А чего мы вообще хотим? Вот перейти в позицию мы и всегда стоять в позиции мы, причем в позиции мы можно стоять в одиночку. Если даже второй человек говорит, я, 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 ты стоишь все равно в позиции мы и понимаешь, что делаешь хорошую работу. В позиции мы можно перестоять почти кого угодно. Потому что главное не давать себя выбить из этой позиции, потому что, ну, как бы, ну, ты почти как мама, да, там, типа, мама тебя все равно любит, какой бы ты ни был. Вот так же и ты, мы все равно мы, мы все равно вместе, мы все равно давай поговорим об этом. Я вот видел людей, которые там просили тайм-аут, возвращались после обдумывания, но я практически не видел никого, кто бы мог сохранять длительную агрессию, когда ты все время стоишь в позиции мы. Сам Гринфид это иллюстрирует каким-то своим опытом, когда им надо было уговорить уборщицу не выгонять их из какой-то комнаты, где он проводил тренинг в каком-то там пансионе, а она там говорила, вот понаехали всякие столичные, там сидят у нас, мешают нам работу делать. Ну, он там подумал-подумал, такую типичную манипуляцию запустил, ну, я все понимаю, ну, вот нам очень надо, ну, мы-то с вами ленинградцы, мы понимаем, что нужно. Почему? Тетка растаяла, как бы мы с вами, он подстроился. Ну, да, это манипуляция, но она беззлобная, в общем, никто ничего не потерял. Он убедил ее, установил доверие, что они сами все уберут, они, правда, убрали за собой. Она им разрешила посидеть в этой комнатке подольше там, позаниматься тем, чем они занимались в процессе этого дела, дружеской беседой за распитием чего-то, да? И почти в любой ситуации можно перестроиться в мы. Мы в конце можем, вот вы можете сейчас подумать, пока я рассказываю следующие вещи над какими-то конкретными ситуациями, но перестройка в мы — это самая обычная задача, требующая некого мозгового усилия, и оно же наталкивает на самый главный ключ к решению 90% таких задач. И это хорошо не только с этой точки зрения. Нужно подумать, какая у нас проблема, потому что 80% проблем в дискуссиях заключаются в том, что забыли problem statement, пришли сразу с решением, забыли обсудить, какая же у нас конкретная проблема, в чем же у нас проблема. Проблема нелегитимирована, я сразу прихожу и говорю, у нас проблема, нам не хватает разработчиков, я предлагаю увеличить зарплату в два раза. Да, я пришел с решением. Мы еще не договорились, что нам не хватает. Если у нас есть решение проблемы, дальше все сводится к стандартному алгоритму. Окей, у нас есть проблема, мы договорились, значит, надо ее решать, значит, мы уже готовы в это инвестировать как минимум наше время. И какие у нас есть варианты? Всегда есть вариант номер один – не решать проблему, жить с ней, смириться. Вот. Дальше, какие есть идеи, как ее можно порешать? Вот такой, такой, такой способ. Давайте теперь их сравним. Если мы видим, почему этот способ не будет работать, если мы увеличим зарплату в два раза, то мы разоримся через шесть месяцев. Ок, не прошел вариант простой, казался непривлекательным, но не работает, есть четкий аргумент, можно посчитать. Значит, так не сработает. Ок, этот вариант вычеркиваем, анализируем остальные. Но если мы аккуратно делаем эту работу, в конце могут остаться пара-тройка вариантов, которые, в общем, ничего. Вот тут важный момент. Нужно выбрать какой-то, потому что действовать всеми способами одновременно обычно не получается. Тут я забегаю немножко вперед. Если просто вы выбираете свой способ, который вам больше нравится, на нем настаиваете, то у остальных появляется чувство несправедливости, как бы, там, переживаний, потому что им нравятся их способы. Ну, в идеале за исполнителем право выбрать. Вот, в идеале. Потому что тот, кому это лидировать, действовать и так далее, будет действовать более воодушевленно и чаще всего добьется до лучшего результата, даже если его способ неоптимальный. Если он действительно сильно неоптимальный или обреченный, у вас есть способы объяснить. Это легко. Если трудно объяснить, он вам просто не нравится, то, скорее всего, ну, есть, может быть, разница какая-то есть, и у вас всего опыта, вы чувствуете, что нехорошо. Но если не объяснить, почему этот способ не работает, значит, тут тоже ничего. И чаще всего проще человеку разрешить действовать тем способом. Может быть, он выяснит, почему его способ был плохой. А может быть, откроет вам еще один способ делать то же самое. Зачастую простые и примитивные способы работают хорошо. Из Одессы в Киев едет автобус полный разработчиков, а где-то возле Лумани, то есть все хотят остановиться, перекусить, там, сходить в туалет, покурить. С разницей в 500 метров стоит заправка ОКО и стоит заправка Саккара. Пол автобуса хочет ставиться на Саккаре, пол автобуса хочет ставиться на ОКО. Что делать? Спасибо за такой пример. Как бы, ну, видите, как бы в данном случае есть простые способы, да, мы чуть-чуть об этом дальше поговорим, про теории, но в данном случае очень хороший контекст. С моей точки зрения самое простое – это бросить жребий. Значит, но жребий все равно по автобусу неудачников, они будут ехать расстроены. Вот, поэтому существует еще один такой хороший способ, что мы едем, ну, процедурная справедливость. Мы бросим сейчас монетку, но на обратном пути мы заедем в другую, да, то есть, вот, ну, как бы, ты мне, я тебе – примитивнейший способ процедурной справедливости, но это один из лучших протезов справедливости из всех, какие есть. То есть, хорошие культуры, они всегда, ну, слушай, ну, уступи мне, как бы, вот в этом случае, и, ну, хорошо, я запишу, в следующий раз ты мне уступишь. Даже записывать ничего не надо, этот диалог гарантирует ответ на уступку, потому что в данном случае никто ничего даже не запишет, но это ритуальная фраза, которая фактически подписывает имплицитный контракт, 100% это сделать, да, вот эту формулу. Я не видел, чтобы кто-то нарушал это сильно. Вот, чаще всего то, что не проговорено, вот в такой вот нормальной, откровенной форме, там начинаются отдавливания, манипуляции, неблагодарности. Если к этому относятся просто, да, я тебе уступил, ты мне уступил. Нормально. Вот, там, там, ну, вот мне приводили в Херсоне пример, когда я на похожие темы разговаривал, да, вот что делать в маршрутке, если кто-то хочет открыть окно или кто-то хочет закрыть окно. Но это смертельная проблема, потому что здесь у меня ответа нет, и помните, я говорил дисклеймер, потому что нет в должной плотности интеллекта, поэтому универсального рецепта нет. Да, как бы, если вы не откроете окно, я умру, и вы будете ехать с трупом, с тяжем на совести, но это манипуляция, да, все подозревают, что ты не умрешь, как бы другие говорят, да, и поэкспериментируем. И, в общем, на самом деле, еще в маршрутке всем ехать скучно, и поэтому ругаться в ней веселее, чем ехать тихо для существенной части народа, особенно когда началось. Поэтому нет, эта магия в маршрутке не сработает, да. Вот в автобусе полном айтишников сработает, еще будет тема, что обсуждать от Умни до Киева, вот, про всякие протезы справедливости. На самом деле, про вот процедурную справедливость и про все эти прочие вещи нам делали исследование кафедры культурологии, факультета социологии Петербургского университета, они попросили на нашем коллективе провести несколько опросов, экспериментов и так далее, а в качестве благодарности, собственно, завкафедрой час порассказывал мне полезные вещи. Вот так расплатился, очень много полезных вещей рассказал, самая полезная была про простые механизмы справедливости, протезы на самом деле, да, замещающие. Так, теперь про то, почему надо все время говорить про будущее, заботиться, чтобы в настоящем нам было хорошо. Вот мы, позитив, интонация, вежливость, это все, чтобы сейчас, да, мы сейчас нормально сидим, мы нормально общаемся, нам хорошо, это очень важно. Потому что большинство в современном мире нам хорошо, по большей части мы укрыты от непогоды, обычно сыты, не испытываем жажды, у нас есть хорошие туалеты. То есть все, о чем мог мечтать наш неолитический предок, когда остановилась эволюция, да, у нас на уровне, которого не мог себе даже вообразить. У нас вообще все зашибенно. Нас мучают проблемы, там, бытия, неразрешенности, там, философских проблем, еще чего-то, и того, что люди не рождены быть счастливыми. Вот поэтому, ну, все эти методологии здесь и сейчас, там, mindfulness, и погружение, там, в медитации, их очень много, а это все помогает. Ну, важно, чтобы нам правда было хорошо. Еще интересный такой способ для тех, кто осознанно пытается коммуницировать хорошо. Например, если очень хочется поругаться, и все время начинаешь ругаться, интересный способ по поводу повести обсуждение лежа. Очень тяжело ругаться лежа. Да. Ну, да. Да, да, да. Ну, вот, все знают разные хаки, как вывести себя латеральненько так вот из клинча, да, и постараться это поменять. Ну, вот, хороший способ, да. А как же все обсуждать? Вот идеальным темой для обсуждения, как я уже сказал, являются варианты будущего. Давайте сейчас, вот у нас есть способы решения проблемы, давайте поговорим, как это в будущем развиваться, попланируем, да. Планы — это очень спорная вещь, потому что планы бывают хорошие, плохие, я очень не люблю типичную фразу, как у вас дела, по плану это значит хорошо, может, план был плохой или еще что-то, не важно. Вот, но планирование — это очень важная вещь, потому что это координация, это договоренность о согласованных действиях. Но вариантное сценарное планирование — это мега полезное упражнение. Мы обсуждаем разные варианты будущего, прорабатываем до деталей, зачастую кончается, в общем, тем, что все быстро видят, что все варианты плохие, кроме одного. А может быть, все плохие, вариант ничего не делать, самый лучший. Приходит смирение, уже в настоящем. Смирение, на самом деле, наиболее эффективный ответ на большую часть вызовов, которые мы встречаем в бизнесе или еще где-то. Просто смириться. Ну, заказчик не знает, что хочет, морочит тебе голову, срывает на тебе злость. Смирись, он же тебя не бьет, не душит, он платит, как бы, ну, смирись, как бы, потом ищи пути, как пойти куда-то еще. Это самое дешевое, что можно сделать. Да, как бы, потом тебя начнет точить нереализованный, там, потенциал, огорчение, что ты не можешь профессиональной деятельности осуществлять и так далее. Ну, решай эту проблему, ищи другого, у этого заказчика, конечно, будет высокая текучка, у них всех высокие текучки. Но, какой бы он ни был урод, удивительный факт, я никогда не видел заказчика, который умер от того, что у него не нашлось программистов, там, не нашлось тех, кто готов на него поработать. Всегда находится, всегда находится, на самых уродливых, на самых уродливых, всегда находятся те, кто готов поработать. Поэтому, в общем, почему? Ну, потому что их не убивают, потому что им платят, как бы, да, и находятся даже те люди, которые их устраивает, и далеко не всегда они самые неквалифицированные. Бывает, что они не такие симпатичные, как бы, да, с какими-то изъянами тоже. Но, в принципе, люди без изъянов тоже сложные персонажи, да, когда в Датар приходит кто-нибудь новый в топ-менеджмент, первый вопрос, который меня мучает, а нафига мы ему нужны? Если я понимаю, что у человека не так в голове, как бы, да, и зачем ему нужна такая компания, как мы, и чтобы, который его тоже будет любить, с ним возиться и так далее, то, ну, это вариант, я понимаю, как мы можем наладить сотрудничество. Если у человека вообще все хорошо по жизни, он самодостаточный, у него все отлично и все прочее, и я не понимаю, то у меня какие-то плохие прогнозы, да, что-то с ним точно не так, зачем ему с нами? Есть масса более простых мест, где и более доходных, и более эффективных, где человек, который 100% хорош, да, и ничего его не точит, будет в одиночку, там, нести свою миссию единоличного лидера. Потому что у нас все равно болото, у нас его все равно затянут вниз, какой бы он идеальный не был, потому что коллективистская культура. Вот. Собственно, когда мы обсуждаем варианты будущего, да, мы всегда уповаем на людей в воображении и так далее. Эти обсуждения про будущее легко саботировать, поэтому очень важно, ну, если посерьезки идет разговор, прописывать эти сценарии, там, структурировать, проводить какие-то аргументы и все прочее, пытаться, если нужно, использовать свое воображение, чтобы дорисовать картину, да, и стараться это делать более-менее объективно, это самое трудное. Но в любом случае разговоры о будущем в 100 раз более продуктивны, процесс коллективного сценарного планирования намного более продуктивен, чем попытка выяснить, кто был прав на предыдущие итерации. В лучшем случае мы придем к консенсусу, как выиграть вчерашнюю войну, но он нам нафиг не нужен, потому что завтра будет другая война. О, моя любимая тема, задача о разделе пирога. Это на самом деле прелюдия к рассказу про справедливость. В принципе, я мог бы там сейчас 5 часов рассказывать про то, как можно делить пирог или там всякие системы ревординга, профитширинга и какие есть подходы. Но суть, она, дело очень простая. Почему важно как бы там делить пирог правильно? В основном связано с чувством несправедливости. Вот у вас есть, например, груду сокровищ, большая, и 10 пиратов. Пираты удивительно логичны, у них тоже хорошо с плотностью интеллекта. И ваша задача поделить эту груду сокровищ справедливым способом. Кто знает решение? На 10. Что? Ну, это хаки какие и так далее. Есть, существует, вот я сказал, что это такие пираты, какие-то очень логические, да, существует. Но что значит справедливо поделить кучу, да? Это значит, что никто не уйдет обиженным. Допустим, у нас есть два пирата. Да, да. С двумя человеками все просто, да? Это один делит кучу, второй выбирает половину. Дальше по индукции. У нас есть 10 пиратов. Один делит кучу, 9 выбирают себе части, он забирает последнюю. Поскольку он сказал, что он поделил справедливо, он не может сказать, что это несправедливо. Он утверждал, что все кучи равноценные. Что делают остальные 9? Опять сваливают все в кучу и повторяют теперь тот же процесс. Следующий делит на 9 кучек и забирает себе последнюю. Так, пока не останется два. Ну, конечно, умозрительный алгоритм сферический конь очередной и так далее, но он хорошо иллюстрирует, в чем задача. Задача построить алгоритм такой, чтобы никто не мог сказать, что он ушел обиженным, что все не по справедливости. Тогда человек рефлексивный, умный, ему будет легче. Мы работаем в умной среде. Вам важно придумывать алгоритмы раздела, которые не максимизируют справедливость, а минимизируют чувство несправедливости. Вот это очень важная вещь. И я могу сейчас, может быть, следующий айтиток, я постараюсь как бы порассказывать как раз про эту область. Но в целом все сводится к тому, к пониманию, в какую игру мы играем. Нужно всегда стремиться свести все. Как бы игры бывают с положительной, с нулевой суммой, с отрицательной суммой. Вот. Собственно, этот слайд рассказывает именно про выстраивание такого рода игр. Если у нас есть игра с положительной суммой, наша задача не очень сложна. Да? Потому что мы имеем дело с тем, что в результате раздела положительной суммы все получают больше. И все несправедливость, она чисто эмоциональная. Вся несправедливость... Ну, если мы делим какую-то игра с положительной суммой, да, то мы делим кучу, и все получают больше, чем без этой игры. Поэтому все выигрывают. Это такой классический вин-вин. Вся несправедливость, она эмоциональная. Кто смотрел ролик про обезьянок, где одной обезьянке давали огурец, там второй виноград, по-моему. Обезьянка, которой давали огурец, сильно возмущалась, что ее вознаграждали не таким вкусным. Хотя ее тоже вознаграждали. Какое дело, что есть другая? Даже обезьянка понимает, что если другой обезьянке дают больше, ей обидно. Вот это чувство несправедливости — это важный механизм поддержания коллективизма в группах и социального их развития. Поэтому все, что нужно делать, это минимизировать при разделе чувство несправедливости. Всякие варианты. Симметрия иногда работает, но там эта уравниловка, она тоже не всегда хорошо воспринимается. Самые хитрые способы, которые я знаю, и самые хорошо работающие, там полярные. Первый способ — это авторитетный человек, который всем делит и просит остальных, даже не спрашивает, сколько досталось остальным. Очень хорошо принимается. Вообще человек, уважаемый лидер, может сделать массу вещей и оставить после себя минимальное чувство несправедливости. Потому что все понимают, что папа поделил всем хорошо, если папа уважаемый, то, в общем, и семья счастлива. Второе — это сложная система какой-нибудь геймификации, бенчмарками и так далее, с какими-то встроенными сложными внутренними расчетами, какая-нибудь система сбалансированных показателей в компании, потому что она выносит мозг. Если человек пытается в гневе разобраться, то дальше он углубляется в детали, понимает, что разобраться нельзя, но он уже включил аналитическую моду, и ему уже не так плохо, потому что аналитические размышления гасят наши эмоции. Поэтому очень сложные системы и раздел авторитетом работают хорошо, асимметрия хорошо работает во время протеза. В принципе, вот с той же кучей сокровищ жребий тоже хороший способ, если он справедливый. Но жребий оставляет после себя, хотя и формально хороший, большое чувство несправедливости. И более того, команды, которым я предлагаю, давайте жребием, а давайте гемблинг сделаем, я вам дам, а вы поставите. Если наш аккаунт принесет в следующем году вдвое больше, вы выиграете в 10, умножите свою премию на 10. А если там принесет меньше, ну, большинство не хочет играть, говорит, какая-то профанация, мы тут серьезным делом занимаемся, а тут нам предлагаешь какие-то ставочки делать. Но я даже предложил, я предлагал их раньше теоретически, если я осторожно предложил такую идею бетфейеру, аккаунту, аккаунт-менеджмент команде, потому что они вроде как занимаются гемблингом, беттингом, да, ну, как, в этом хотя бы какая-то логическая красота есть, все равно так это как-то, нет, очень серьезный народ, что такое там, что за фигня как бы. Они, ну, они и даже там ставки не делают, хотя они знают, как это работают, могут зарабатывать. Да, там, они все еще живут в Британии, там нет налогов на выигрыш, да, все равно этим не занимаются, потому что очень серьезно, они аккаунт-менеджментом занимаются. Вот, ну, и, причем занимаются очень хорошо, очень нормально и так далее, но вот все равно заходят такие вещи с трудом, ну, вот, поэтому я ничего в арсенал не добавлю, да, но когда мы работаем с игрой с позитивной суммой, да, надо просто искать способ, который снижает чувство несправедливости. Дальше раздел может быть любой, проблемы нет. В негативной, в игре с негативной суммой, да, это, в общем, вопрос выживания, да, если, ну, играть в игру с несрицательной суммой приходится не от хорошей жизни. Но если приходится в какой-то ситуации, да, то альтруистичные люди, они могут выйти в лидеры системы и всего прочего, потому что они все пожертвуют остальным, примут на себя самый большой лоз, но при этом будут чувствовать себя хорошо, потому что они всех спасли. Если альтруистов не хватает, да, то эгоистами нужно манипулировать, да, к сожалению, плохая ситуация, плохие методы, да, простейшая манипуляция, которая секрет-секрет, никому не говорите, но я несколько раз применял, как бы, да, это всем поставить такие ожидания, что будет так плохо и вообще почти никому ничего не достанется, а потом каждому рассказать, что ему-то в виде исключения досталось. В группе эгоистов эта мысль настолько всех греет, что они даже не хотят сойтись, помериться, сравнить, что кому досталось, проверить. Нет, каждый счастлив, что он унес в свою норку кусочек чего-то маленького и оказался лучше в состоянии, чем остальные. Отвратительно-отвратительно. Ну и, в общем, когда случились плохие времена, не заниматься альтруизмом тоже некрасиво, да. Поэтому в ситуациях сложных, да, приходится действовать сложно. Вот. Ну и игра с нулевой суммой практически никогда не существует. Я ни разу не видел примера в бизнесе игры с нулевой суммой. То есть это всегда или в одну, или в другую сторону. Нулевая сумма — это просто пограничное состояние, которое, может быть, существует в какой-то микроскопический момент времени, но не работает. Ну, можете почитать вообще про стратегии. Это и микроэкономика исследовал, и психология исследовал, и так далее. Это хорошая, интересная, большая тема, но она позволяет построить себе костыли вокруг того, как же там чего-нибудь поделить, да, разговор о мотиваторах, инсентивах, ревордах и так далее заходит часто. Но это помогает вам поставить костыли в этой зоне, да. А можно ли через призму вот того, что вы сейчас сказали, или через любую другую призму из вашего опыта смотреть такой кейс, как открытые сведения об зарплате сотрудников между ними, или закрытые? Ага, кейс, стоит ли раскрывать зарплаты, да, в компании? Вот, вот я пьему. Да. Да, я могу сказать, что однозначно лучше, у меня это сильно зависит от общей культуры организации. Вот если, как бы, большинство, если мы говорим про аутсорсинговый бизнес, там все вокруг этого вращается, это вроде как в программе аутсорс пипл находится, то большинство организаций претендуют на определенный рост, вынуждены с рынка брать людей в разные периоды, всех кого, кто идет. Вот, и я считаю, что в этих условиях, где нет культурной унификации и так далее, закрытые зарплаты воспринимаются всеми как благо. По опыту лучше не знать. Вот, что важно, что важно, да, мы хотим минимизировать чувство несправедливости. Важно следующее. Когда идут пересмотры, любые изменения зарплат должны вести к сближению оплаты за примерно одинаковую квалификацию. Ну, первое, что надо помнить, да, зарплата в организациях профессиональных нашего типа платится не за труд. Она компенсирует альтернативные издержки. Почему платится, даже если ничего не делаешь, человеку платишь те же деньги, да, что и человеку, который очень тяжело работает. Потому что человек, на самом деле, каждый профессионал подобен бизнесу. У него свои есть активы, у него есть свое время, это его самый ценный ресурс. И если он ничего не делает, ну, сидит у тебя, а не идет в другую компанию, у которых всегда много, и где он может работать, он теряет деньги. Зарплата — это компенсация альтернативных издержек человека на рынке труда, которые договоренности возникли в соответствии с тем рынком труда, который был в момент найма. Альтернативные издержки человека. Мы ему компенсируем альтернативные издержки. Потому что он не должен терять от того, что он работает у нас. Иначе у него будет постоянное чувство несправедливости, и иногда манипуляциями еще чем-то, чувством вины можно удержать человека на меньшую зарплату на заметное время. Но он счастлив точно не будет, и ситуация вряд ли будет стабильной. Это такое прибежище, в общем, совсем циничного народа, кому нравятся эти манипуляции, бесчеловечные эксперименты над коллективом. Или для тех, у кого нет другого выхода. Но в целом приходится платить альтернативные. Эти альтернативные издержки, они разные в разные моменты. Поэтому люди неизбежно получают разные зарплаты за одинаковую квалификацию. И хуже того, да, один может работать в очень тяжелом аккаунте, очень тяжело, а другой вообще ничего не делать, отдыхать и какие-нибудь семинары рассказывать для своего удовольствия. И будут оба получать одинаковую зарплату. Ну, может быть, с корректировкой на какие-то бонусы, компенсации еще на какие-то договоренности, конкретные, которые возникли для того, чтобы это подкорректировать. Из-за неровных зарплат? Редко, редко, редко. То есть я помню, когда это было достаточно остро, и как раз когда я об этом во всем сильно думал. Очень важно, это правная правда. Всегда, когда идут пересмотры, это официальная политика, мы всегда смотрим базис. Если какая зарплата по сравнению со средней по локации, по сословию, или хотя бы по данным с рынком, если позиция довольно уникальная. Если человек уже получает выше среднего, но у него был прогресс, развитие, еще что-то, пересмотр возможен, но ему добавят немножко. У человека, которого ниже среднего существенно, ему добавят существенно больше при пересмотре, чтобы хотя бы сблизилось по возможности. Но если у кого-то падает ниже среднего больше, чем на 30% по его квалификации, там есть специальный робот, который его номинирует на пересмотр. Это совсем клинические случаи, потому что потом, когда этот человек об этом узнает, он точно будет сильно ругаться. Но все равно, таким образом, например, обнаружили моему глубокому стыду коллегу, с которым я когда-то еще работал до Data Art, и сам его приводил, но он не стремился никуда, а не в менеджменте, чего просто продолжал быть разработчиком, развивался достаточно неспешно, про него все забыли. Ему забывали поднимать зарплату там 3 года. Он из такого полумедла стал сеньором, у него прокачался английский и так далее, но он очень скромный, как бы, считал, что про него вспомнят. Вот про него вспомнил робот, было очень неудобно. Вот, но, то есть, вот крайний случай можно проверять. Но вообще в нашей индустрии, поскольку все понимают правила игры, и об этом можно говорить, и все понимают, почему так получается, большинство считает, что лучше не знать, у кого какая зарплата. Вот, в идеальном мире, конечно, были бы какие-нибудь градации там по квалификациям и всякое такое. Развитые профессиональные бюрократии к этому приходят, но я могу сказать, что даже там это не приводит к всеобщему ощущению справедливости, довольства и всего такого. Все равно начинают лазеечки, премии, бонусики, какие-то особые возможности, в общем, везде это возникает. Но если, вот, госпиталя, да, типичные примеры, особенно западные, профессиональных бюрократий, кто смотрел там, «Хаус МД» и какие-то другие фильмы, да, про, помнит, что там даже вопрос про парковку может стать смертельным, потому что все остальное зарегламентировано. Ну, любой маленький бенефит все равно приведет к мачуеву, потому что хочется мериться, потому что заложено в систему, и чем больше, меньше возможности мериться чем-то, тем на более ерундовые вещи пойдет акцент. Вот. Ну, короче говоря, вот с минимизацией чувства несправедливости нужно работать осознанно. Я тронул тему сейчас с вот этими игровыми метафорами и так далее, исключительно, чтобы показать, что все не банально, нужно часто двигаться вперед. Время обсуждать сейчас это глубоко у нас, к сожалению, нет. И, наверное, я могу пообещать вот более подробную, более подробный разговор на тему справедливости в будущем. Еще раз повторение тех самых правил, о которых я говорил. И постарайтесь про них помнить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!